Если у вас есть с собой Библия, то откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна, 10 главу и 1 Петра, 5 главу. От Иоанна 10 глава и 1 Петра 5 глава. Мы с вами говорили о приручении ума с целью принятия завершенных дел Иисуса Христа. Мы пришли к пониманию того, что стремясь одержать над вами победу, дьявол будет атаковать ваш ум. Он будет атаковать ваш образ мышления. Если вы позволите ему инфицировать ваш образ мышления, тогда вы используете свои собственные механизмы для осуществления того, чего вы больше всего боитесь. Как сказано в книге Иова, «Чего я боялся, то и пришло ко мне». Поэтому врагу надо сделать так, чтобы вы чего-то боялись, чтобы вы о чем-то думали, чтобы вы приняли то, что не является истиной. Однако вы будете убеждать себя в том, что это истина. А потом через свой страх эти негативные вещи вы осуществите в своей жизни. Таким образом, ум — это область применения веры. Человек выиграет или проиграет, зависит от того, что он будет делать со своим умом и что позволит делать врагу. Первое, что я хочу прояснить для вас, то, что вы — христиане, наполненные Духом Святым, возлюбленные Иисусом Христом, но у вас есть противник, у вас есть враг, который хочет действовать против вас. У вас есть враг, который хочет разрушить вашу жизнь. У вас есть враг, который хочет испортить ваши планы и помешать благодати Божьей, ставшей доступной вам, действовать в вашей жизни. У вас есть враг, который хочет мучить вас в вашем разуме, расстраивать вас в вашем разуме. У вас есть враг, который постарается использовать кого только сможет, чтобы наполнить вашу ум ложью и отвлечь от слова Божьего. Тогда вы будете больше думать о проблеме, чем о ее решении и обетовании слова Божьего. Однако есть немало христиан, которые не убеждены в том, что у них есть противник. Они не убеждены в том, что у них есть враг. Иногда они об этом враге забывают, потому что он невидимый. Иногда мы забываем об этом враге, потому что, проснувшись, не видим его. Мы не воюем против крови и плоти. Вы не воюете против сотрудника на работе, который доставляет вам неприятности. Действует враг, действует дьявол и его работа вызывать опустошение вашей жизни всеми возможными способами. Его работа — помешать исполнению Божьего плана в вашей жизни. Сегодня вам необходимо усвоить то, что дьявол разрабатывает и применяет стратегии, цель которых — помешать реализации вашего предназначения в жизни. Нам в этой войне необходимо улучшить наши способы действия, и хочу вам напомнить, мы не сражаемся за победу. Иисус эту битву уже выиграл. Мы не сражаемся за победу, она у нас уже есть. Мы не больные, пытающиеся исцелиться. Мы исцеленные, защищающие свое здоровье от болезней. Мы не нищие, не банкроты, пытающиеся стать преуспевающими. Мы преуспевающие люди, защищающие свое преуспевание от нужды и прочего, действующего против Него. Мы не проигравшие, пытающиеся одержать победу. Иисус одержал победу для нас, и мы идем от победы к победе. Наша задача — жить в победе, которую Иисус одержал для нас. Итак, мы говорим не о том, чтобы что-то приобрести. Мы говорим о понимании завершенных дел Иисуса, и о том, что Он уже приобрел для нас наше исцеление, наше избавление и нашу победу. Наша задача — удерживать по вере то, что Иисус приобрел для нас и дал нам через свою любовь и через свою драгоценную кровь. Поэтому вам надо усвоить. «Я исцелен», — скажите это. «Я избавлен», — скажите это. «Я преуспевающий, и я победитель прямо сейчас». Понимаете? Вы победитель прямо посреди сражения. Даже когда ситуация в вашей жизни не похожа на победу, вам необходимо удерживать свою позицию победителя в разуме. Вы не должны позволять обстоятельствам, в которых вы находитесь, помешать вам понимать, кто вы, где вы, лишать вас понимания о завершенных делах Иисуса Христа, доступных вам. На самом деле, вот как люди от веры переходят к сомнению. Они уходят от понимания о завершенных делах Иисуса Христа, от понимания о том, что все уже сделано. И они стараются убедить Бога сделать для них то, что уже было сделано. Вот где происходит сдвиг. Происходит он в вашем мышлении. В один момент вы думаете, «Иисус все уже сделал. Я принимаю это, слава Богу!» Но потом, под влиянием ситуации и обстоятельств, вы постепенно изменяете этот образ мышления и вот уже говорите, «О Боже, сделай это для меня!» «Сделай!» «Нет, нет, нет!» «Он уже сделал!» А вы каждый раз, когда давят обстоятельства, удерживаете веру, открываете уста и говорите, «Нет, все уже сделано!» Вот что приносит поражение дьяволу, когда вы не основываете свою веру на том, что видите в этом физическом мире. Вы открываете свои уста и говорите, «Это завершенное дело Иисуса!» «Я верю в то, что Иисус все уже совершил!» «Не верится, что ты сможешь убедить Бога исцелить тебя!» «Нет, Он уже исцелил меня!» «Мне не надо убеждать Бога в том, что Он уже сделал!» Вот что вы говорите дьяволу, «Не по адресу ты обратился!» «Не на того напал!» Библия говорит, что дьявол ходит и ищет, кого поглотить, но есть те, кого он поглотить не может. Дьявол не может поглотить хорошо информированного христианина, основа жизни которого — Слово Божье. Он может поглотить эмоциональных людей. Все, что они хотят делать, так это восклицать. Они ничему не хотят учиться и ничего не хотят понимать. Дьявол очень хочет, чтобы в церкви были эмоциональные люди, чтобы все, что они делали, это бегали и восклицали. Слава Богу! Аллилуйя! Однако при этом они ничего не хотят слушать, и каждый раз, когда проповедуется Слово, они засыпают. Таким образом, ничего не узнаешь. Нам надо усвоить, Слово Божье — это наше оружие в эти последние времена. Скажите это. «Божье Слово — это мое оружие в эти последние времена». Скажите еще раз. «Божье Слово — это мое оружие в эти последние времена». И еще. «Божье Слово — это мое оружие в эти последние времена». Аминь? Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Я вас стараюсь убедить в том, что у вас есть противник. Давайте посмотрим два местописания, чтобы вы ясно увидели это. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Обратите внимание, в 10 стихе Иисус говорит, что существует вор, дьявол, и его работа — красть, убивать и губить. Поэтому, видя кражи, убийства и разрушения, не спешите обвинять Бога. Не спешите говорить, это действие Бога. Не торопитесь говорить, почему Бог сделал это, почему Он сделал то. Есть дьявол, чья задача — красть, убивать и губить. Иисус ясно сказал, я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Послушайте расширенный перевод, потому что я хочу донести эту истину до вас сегодня. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и наслаждались ею. Иисус пришел не только для того, чтобы вы имели жизнь с избытком, но и для того, чтобы вы наслаждались ею. Повернитесь к своему соседу и скажите, «Настало время наслаждаться жизнью». Бог спас нас не для того, чтобы мы были несчастными. И при этом говорили, «Я несчастен, но у меня есть царь Иисус». Бог спас нас для того, чтобы мы наслаждались жизнью. И я призываю вас наслаждаться ею. Я призываю вас, выйдя отсюда, найти какую-то радость в жизни. То, что вы христианин, не значит, что вы целый день должны ходить со скучным видом Найдите себе радость жизни Купите себе жевательную резинку и начните выдувать пузыри Наденьте шорты и покажите свои красивые худые ноги Наденьте шлепанцы и наслаждайтесь жизнью Соберитесь с людьми, чья компания вам нравится, и наслаждайтесь жизнью Не сидите в ожидании смерти Иисус пришел для того, чтобы вы имели жизнь и наслаждались этой жизнью Наслаждались ею в полной мере, с избытком Нам необходимо жить счастливой жизнью, братья и сестры И имели с избытком, в полной мере, так, что она переливается через край Вот такую жизнь Иисус дал нам Он не дал нам несчастную жизнь, жизнь в поражении Но у вас действительно есть противник и его работа Красть, убивать и губить Откройте пятую главу первого послания Петра Первое послание Петра, пятая глава Прочитаем вместе О, слава Богу Помогите мне устроить взбучку дьяволу Я хочу как следует разделаться с ним Подвесить его на крюке Вы понимаете, о чем я говорю? Аллилуйя Потому что иногда дьявол думает, что он выигрывает Посмотрев на состояние мира, можно подумать, что он побеждает Но следите за тем, когда Бог внезапно начнет действовать Бог произведет сдвиг Все изменит Вам кажется, что вы в чем-то терпели поражение И вдруг, бам, и что-то начинает меняться И я пророчествую внезапные действия Божьей вашей жизни во имя Иисуса С вами скоро произойдет что-то хорошее Хвала Господу Не уделяйте слишком много внимания тем обстоятельствам, в которых вы находитесь сейчас Вы в путешествии И во время этого путешествия у дороги может быть изгиб Возможно, вы пройдете через какую-то интересную местность Или интересную строительную площадку Но, друг мой, вы на пути к месту назначения Вы на пути в прекрасное место Вы на пути к победе Не отягощайтесь тем, через что вам приходится проходить на пути к цели Кто-то скажет Но что, если прямо посреди опасного района Кончится бензин? Аллилуйя! Бог обеспечит вас топливом Аминь! Он обеспечит вас необходимым бензином Чтобы вы проехали оставшуюся часть пути Слава Богу! Там, где вы сейчас Это не то место, где вы будете всегда Бог работает над вами Есть люди, которым надо послужить в последние времена И у них нет времени ждать Пока вы за 4 года закончите библейскую школу Бог проводит вас через экстренную подготовку Чтобы вы выбрались из своей канавы А когда выберетесь, то будете знать Что вы знаете о том, как выбрались из канавы А потом вы сможете свидетельствовать Вы были во рве, а Бог вытащил вас из этого рва На скале утвердил стопы ваши И вложил в ваши уста новую песнь Очень часто мы проходим испытания для того, чтобы приобрести свидетельство И затем служить этим людям Будут те, кто не примет его Но будут и другие, которые скажут Божий милостивый Я прошел через то же самое А вы скажете Я здесь, чтобы через это свидетельство дать вам знать Божьей благодати достаточно Я верю в то, что все проходят через испытания для того, чтобы однажды сказать Божьей благодати достаточно Ибо когда я был слаб Бог сделал меня сильным Халилуя Никогда не думайте, что вы застряли и не сможете выбраться Никогда не впадайте в безнадежность О Боже! Кажется, я никогда не выберусь Вот что я вам скажу Да и говорил вам раньше Бог защищает вас Я говорю о том, что Его могущественная рука поддерживает вас И благодаря Богу в вашей жизни все получится Никогда не отчаивайтесь в Боге Потому что Он никогда не отчаивается в вас Повернитесь к своему соседу и скажите Радуйся Повернитесь в другую сторону и скажите Я рад С вами все будет хорошо В пятой главе первого послания Петра сказано Все заботы ваши возложите на Него Не две-три А все заботы Почему? Потому что Он печется о вас Не ваша работа нести на себе свои заботы Не знаю, когда вы поймете, что вы не сотворены, чтобы носить заботы Иногда вы оказываетесь рядом с людьми Которые любят сваливать свои заботы на вас В этом случае вам необходимо будет прервать разговоры и сказать Я не тот, за кого ты меня принимаешь Я пытался носить на себе все эти заботы В итоге становилось только хуже и мне, и людям Люди сваливают на вас заботы, к которым вы не имеете никакого отношения Так христиане обращаются с пасторами в течение многих лет Но однажды я решил Нельзя так обращаться с пастором Носить заботу людей — это не моя задача Носить их — не мое дело Огорчившись, вы идете искать другую церковь В этой отказываются носить мои заботы Я помолюсь за брата, которому вы уходите Чтобы он тоже не носил ваши заботы Ваши заботы будет носить Иисус Поэтому, когда будете в тайной комнате Возложите свои заботы на Господа, а не на других людей Есть такие люди, которые всегда настроены негативно Всегда жалуются И когда они приходят в церковь, их всегда можно заметить Они приходят вот с таким видом И вы, видя их, говорите О-о-о И все же старайтесь поддержать их и говорите Хвала Господу Ну, как у вас дела сегодня? Здравствуйте Ну, так что происходит в вашей жизни? Да так, ничего Вы говорите О, Боже, опять то же самое Ну, а что конкретно? Да вот, Фрэнк уже месяц не подходит ко мне Конечно, я говорю Хвала Господу и все такое Но просто Просто Я устала, не могу О, Иисус И они начинают плакать А вы не хотите быть черстами Вы же христианин? И вспоминайте Так, на прошлой неделе было то же самое Такие люди мешают вам радоваться У вас была радость Господня Вы ходили в припрыжку, готовые к свершениям Ну вот, встретили стонущих христиан В этом случае надо прервать разговор и сказать Знаете что? Я не был сотворен для того, чтобы носить ваши заботы или свои Конечно, я буду вас поддерживать Буду молиться за вас Я люблю вас Но в конечном итоге Вы должны возложить свои заботы на Господа Вы должны доверять Ему в том Что Он поможет вам сделать то, что необходимо сделать Вам надо найти радость в жизни В конечном итоге вам надо отдать Фрэнка в руки Иисуса Однажды утром придите к Иисусу и скажите Иисус, я отдаю тебе Фрэнка Иисус мне сказал, что Он тоже не хочет брать Фрэнка О, слава Богу Библия говорит Все заботы ваши возложите на Него Ибо Он печется о вас И восьмой стих Трезвитесь Что значит трезвиться? То есть быть трезвым в своем разуме В своем мышлении А что противоположно состоянию трезвости? Состояние опьянения Когда люди опьянены алкоголем Они не могут думать правильно Они не могут принимать хорошие решения Потому что они пьяны Здесь апостол говорит Трезвитесь Мыслите согласно Слову Божьему Трезвитесь Пусть ваше мышление отражает Слово Божье Трезвитесь Писание не говорит Будьте пьяными Но трезвитесь Апостол говорит это сразу же после слов Все заботы ваши возложите на Него Потому что если вы не будете трезвиться То будете опьянены своими заботами И заботами других людей Повернитесь к своему соседу и скажите Трезвитесь А это значит Что ваше мышление В согласии со Словом Божьим Вы о конкретной ситуации думаете то Что Слово говорит вам думать Трезвитесь И дальше апостол говорит Бодрствуйте Почему Потому что противник ваш дьявол Противник ваш дьявол У вас есть противник И это дьявол Некоторые говорят Брат Доллар Я просто не верю в дьявола В следующий раз Когда будете гневаться Или сплетничать Загляните в зеркало И увидите там дьявола Есть небеса Братья и сестры Сегодня я ни с кем не собирался спорить Есть небеса и есть ад Есть Бог и есть дьявол Есть ангелы и есть бесы Когда вы умрете Ты убедитесь в том Что я прав Когда вы умрете Ты убедитесь в том Что я прав А вы нет А теперь меня послушайте Если я ошибусь А вы будете правы То для вас все круто А если я буду прав А вы нет Тогда у вас будут Колоссальные проблемы Не шутите с этим У вас есть противник Дьявол И смотрите что он делает Смотрите что делает ваш противник Братья и сестры Настало время нам быть умными в войне и военной тактике. Пожалуйста, поймите, слыша слово «война», мы сразу начинаем думать о том, что мы сражаемся с дьяволом. Пожалуйста, поймите, скажу это так, Иисус уже победил Хвостатого. Поэтому мы не говорим о том, что вы проводите с дьяволом матч, чтобы выяснить, кто выиграет. Иисус уже выиграл. Он лишил дьявола всей власти. Он лишил всей силы начальства и власти тьмы. Лишил власти всех бесов. Иисус подверг их открытому позору. В Евангелии от Луки Иисус сказал, «Се, даю вам власть наступать». Слово «наступать» означает абсолютное господство. «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всех бесов». «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Всемогущим Богом вам была дана власть над всей силой дьявола. «У дьявола нет такой силы, над которой бы вы не имели власти». «Слава Богу!» «У дьявола нет такой власти, нет такой силы, над которой у вас не было бы власти и господства». Просто вам необходимо это знать. Говоря с вами, дьявол попытается убедить вас в том, что он сильнее вас. А вам необходимо знать, кто вы. «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его, славою и честью увенчал его». Это ангелы удивляются любви Божьей к людям, удивляются тому, какую власть Бог дал людям. «Противник ваш дьявол...» Смотрите, что он делает. Восьмой стих. «Как рыкающий лев». Апостол не сказал, что дьявол — лев, а что он лишь пытается вести себя как лев. В этом-то и вся игра дьявола — пытаться убедить вас в том, что он тот, кем не является. «Противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Итак, он ищет, кого поглотить. В чем суть реальной духовной войны? Суть ее в том, чтобы вам удерживать то, что Иисус приобрел. В этом суть реальной духовной войны. Если придет атака, вы знаете, что вам принадлежит. Я знаю, что должен удерживать победу, которую Иисус приобрел для меня. А враг попытается убедить меня в том, что никакой победы у меня нет. Реальная духовная война происходит здесь, в разуме. Враг старается показать вам, чего у вас нет, а вы постоянно говорите о том, что у вас есть. Вы удерживаете победу, которую Бог уже дал вам. Итак, враг ищет, кого бы ему поглотить. А кого он может поглотить? Того, кто не понимает, что Иисус уже совершил для него. Человека, который не понимает, что он уже исцелен. Того, кто не понимает, что он уже избавлен. Того, кто не понимает, что у него уже есть победа. Того, кто не понимает, что он уже преуспевающий. Дьявол говорит, этого человека я могу поглотить, потому что он верит всему, что я говорю. Я могу заставить этого человека работать. Я могу заставить его верить, что он должен заработать благословение. Я могу убедить его в том, что он должен поститься и молиться, чтобы Бог что-то сделал для него. Я могу использовать религию этого человека против него, потому что он не понимает, кто он есть. Поэтому Библия говорит, что во всем надо иметь понимание. Когда же дьявол сталкивается с христианином, у которого есть понимание о победе, он вынужден пройти мимо, потому что знает, его он поглотить не сможет. Дьявол стучится к вам в дверь, вы открываете, видите, что это дьявол. Вы-то думали, что это кто-то другой, а это он, и вы говорите, «Господин дьявол, так ты думаешь, что можешь поглотить меня, а? Ну-ка». Аллилуйя. Я побью тебе тысячи, аллилуйя. Сегодня даже не буду прибегать к слову. Я побью тебе тысячи, аллилуйя. И я так надаю тебе, что ты для своих бесов повесишь тут знак. Сюда запрещено. Вы слушаете меня? Не забывайте о том, что у вас есть противник. Итак, дьявол пытается повлиять на ваше мышление. Он ищет людей с опьяненным разумом, людей с мышлением, не соответствующим слову Божьему. Дьявол ограничен в том, что он может сделать против христианина с трезвым мышлением. Он ограничен в том, что может сделать против информированного христианина, который использует свою веру, чтобы стоять на слове Божьем. Но если он найдет христиан с опьяненным разумом, христиан, которые не знают Слова Божьего, которые не знают, что для них сделал Иисус, и не знают о силе крови Христовой, христиан, которые религиозны и ходят в церковь лишь за тем, чтобы заработать очки, они не понимают, что в церковь ходят для того, чтобы получить понимание о том, что сделал Иисус. Если дьявол найдет таких, то тогда он чего вам только не скажет. Он будет цитировать вам псалмы, цитировать слова людей, а вы будете думать, что они из Библии. Бог помогает тем, кто помогает сам себе. И вы скажете, хорошо сказано, а потом будете цитировать, как сказано в Библии, Бог помогает тем, кто помогает сам себе. А в Библии нигде этих слов нет, потому что сказал их Бенджамин Франклин. Вы скажете, пусть лучше у меня будет Иисус, чем золото и серебро, так говори Библия, но в Библии этого нет. Это сказал Кирк Франклин. Если вы христианин, не знающий истины, то враг чем только не будет вас кормить. Он будет вас кормить тем, чем питается этот мир. Женщинам он будет внушать мысли о женской свободе, и вы начнете говорить, я женщина, и буду рычать, как львица. Дорочитесь до того, что с вами рядом никого не останется. Или будет мужчине внушать такие мысли, что он будет говорить? Женщина, покоряйся мне. Библия говорит, что я глава, а ты мне подчиняешься. Давай, иди приготовь мне яичницу и кофе. Смотрите, как бы яичница не оказалась у вас на голове. Дьявол будет забивать вам голову неправильными мыслями. А поскольку у вас неправильное мышление, то вы будете думать, что все это нормально. Это же дьявол делает и в обществе. Вы посмотрите на нынешний мир. Люди не мыслят согласно Слову Божьему. Люди не мыслят согласно Слову Божьему. Они ищут легких путей. Они не понимают, как все работает. Общество, которое не мыслит согласно Слову Божьему, которое не пускает Иисуса в школы, общество, которое не хочет слышать о Боге, осуждает Библию и запрещает проповедь Библии даже в играх, такое общество в конечном итоге становится отсталым в своем мышлении. Библия использует слово «обезумели». И такое произошло с теми, кто не пребывает в Слове. А мы с вами, братья и сестры, должны понимать, именно таких людей и ищет дьявол. Люди, которые не стоят на Слове Божьем, которые стоят на ценностях этого мира. Они думают, что раз другие так делают, значит это нормально. И то, что ценности и нормы в обществе изменились, совсем не значит, что это соответствует Слову Божьему. Слово Божье неизменно, несмотря на переменчивые ценности современного общества. Аминь. Второе послание к Коринфянам 4.4. Давайте ближе подойдем к сути. Если вы хотите изменить свою жизнь, вы должны изменить свой образ мышления. Если вы не измените то, как вы мыслите, вы не измените то, как вы живете. Если вы не измените мышление, вы не измените жизнь. Вы можете упорно трудиться над изменением жизни, но изменить ее вы не сможете, если не измените свое мышление. Второе послание к Коринфянам 4.5. Прочитаем с 3-го стиха. «Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего, с маленькой буквы, то есть ваш противник, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Дьявол говорит, «Я ослеплю ваши умы, я ослеплю умы погибающих для того, чтобы вы никогда не поняли, не увидели света славного Евангелия». Обратите внимание, место атаки — разум. Цель дьявола — это наш разум. Это старый метод, но дьявол продолжает использовать его, потому что христиане ничего не делают. Мы знаем этот старый трюк дьявола, и тем не менее позволяем ему атаковать нас. Дьявол применил его в первом стихе третьей главы книги «Бытия». Применил этот трюк с Адамом и Евой, братья и сестры. Вот когда он первый раз использовал этот метод. Дьявол знал, он не смог бы одержать победу, если бы не повлиял на мышление. Знаете что? Я не был сотворен для того, чтобы носить ваши заботы или свои. Конечно, я буду вас поддерживать. Буду молиться за вас. Я люблю вас. Но в конечном итоге, вы должны возложить свои заботы на Господа. Вы должны доверять Ему в том, что Он поможет вам сделать то, что необходимо сделать. Вам надо найти радость в жизни. Вам надо отдать Фрэнка в руки Иисуса. Однажды утром придите к Иисусу и скажите, «Иисус, я отдаю тебе Фрэнка». Кто-то скажет, «Иисус мне сказал, что Он тоже не хочет брать Фрэнка». О, слава Богу! Библия говорит, «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». И восьмой стих. «Трезвитесь». Что значит «трезвиться»? То есть быть трезвым в своем разуме, в своем мышлении. А что противоположно состоянию трезвости? Состоянию опьянения. Когда люди опьянены алкоголем, они не могут думать правильно. Они не могут принимать хорошие решения, потому что они пьяны. Здесь апостол говорит, «Трезвитесь». Мыслите согласно Слову Божьему. Трезвитесь. Пусть ваше мышление отражает Слово Божье. Трезвитесь. Писание не говорит, «Будьте пьяными», но трезвитесь. Апостол говорит это сразу же после слов «Все заботы ваши возложите на него». Потому что если вы не будете трезвиться, то будете опьянены своими заботами и заботами других людей. Повернитесь к своему соседу и скажите, «Трезвитесь». А это значит, что ваше мышление в согласии со Словом Божьим. Вы думаете о конкретной ситуации, то, что Слово говорит вам думать. Трезвитесь. И дальше апостол говорит, «Бодрствуйте». Почему? Потому что противник ваш дьявол... Противник ваш дьявол. У вас есть противник, и это дьявол. Некоторые говорят, «Брат Доллар, я просто не верю в дьявола». В следующий раз, когда будете вести себя безумно, загляните в зеркало и увидите там дьявола. Есть небеса. Дамы и господа, сегодня я ни с кем не собираюсь спорить. Есть небеса и есть ад. Есть Бог и есть дьявол. Есть ангелы и есть бесы. Когда вы пожив умрете, то убедитесь в том, что я прав, а вы ошибались. Я прав, а вы ошиблись. Послушайте меня. Если вы правы, а я нет, то все классно. Но если прав я, а не вы, то вам есть чем разбираться. Не шутите с этим. У вас есть противник, дьявол. И смотрите, что он делает. Смотрите, что делает ваш противник, дамы и господа. Настало время нам быть умными в войне и военной тактике. Пожалуйста, поймите. Слыша слово «война», мы сразу начинаем думать о том, что мы сражаемся с дьяволом. Пожалуйста, поймите. Скажу это так. Иисус уже высек хвостатого. Поэтому мы не говорим о том, что вы проводите с дьяволом матч, чтобы выяснить, кто выиграет. Иисус уже выиграл. Он лишил дьявола всей власти. Он лишил всей власти начальства и власти тьмы. Лишил власти всех бесов. Иисус устроил шествие и подверг их открытому позору. В Евангелии от Луки Иисус сказал, «Се, даю вам власть наступать». Слово «наступать» означает абсолютное господство. «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всех бесов». «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Всемогущим Богом вам была дана власть над всей силой дьявола. У дьявола нет такой силы, над которой бы вы не имели власти. Слава Богу, у дьявола нет такой власти. Нет такой силы, над которой у вас не было бы власти и господства. Просто вам необходимо это знать. Говоря с вами, дьявол попытается убедить вас в том, что он сильнее вас, а вам необходимо знать, кто вы. Что есть человек, что ты помнишь его? «И сын человеческий, что ты посещаешь его, славою и честью увенчал его». Это ангелы, глядя на Бога и человека, удивляются любви Божьей к людям, удивляются тому, какую власть Бог дал людям. Противник ваш дьявол. Смотрите, что он делает. Восьмой стих. «Как рыкающий лев». Апостол не сказал, что дьявол — лев, а что он лишь пытается вести себя как лев. В этом-то и вся игра дьявола. Пытаться убедить вас в том, что он тот, кем не является. Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Итак, он ищет, кого поглотить. В чем суть реальной духовной войны? Суть ее в том, чтобы вам удерживать то, что Иисус приобрел. В этом суть реальной духовной войны. Чтобы, когда придет атака, вы знали, что у вас уже есть. Я знаю, что должен удерживать победу, которую Иисус приобрел, чтобы дать мне. А враг попытается убедить меня в том, что никакой победы у меня нет. Реальная духовная война происходит здесь, в разуме. Враг старается показать вам, чего у вас нет. А вы постоянно говорите о том, что у вас есть, данное вам Иисусом. Вы удерживаете победу, которую Бог уже дал вам. Итак, враг ищет, кого бы ему поглотить. А кого он может поглотить? Того, кто не понимает, что Иисус уже совершил для него. Человека, который не понимает, что он уже исцелен. Того, кто не понимает, что он уже избавлен. Того, кто не понимает, что у него уже есть победа. Того, кто не понимает, что он уже преуспевает. Дьявол говорит, этого человека я могу поглотить потому что он верит всему что я говорю я могу заставить этого человека работать я могу заставить его верить что он должен заработать благословение я могу убедить его в том что он должен поститься и молиться чтобы бог что-то сделал для него я могу использовать собственную религию этого человека против него потому что он не понимает кто он есть поэтому библия говорит что во всем надо иметь понимание когда же дьявол сталкивается с христианином, у которого есть понимание о его победе, он вынужден пройти мимо, потому что знает, его он поглотить не может. Дьявол стучится к вам в дверь, вы открываете и видите, что это дьявол. Вы-то думали что-то другое, а это он. И вы говорите, «Господин дьявол!» «Так ты думаешь, что можешь проглотить меня, а? Ну-ка!» «Аллилуйя! Я побью тебе тысячи, аллилуйя!» «Сегодня даже не буду прибегать к слову! Я побью тебе тысячи, аллилуйя!» «И я так надаю тебе, что ты для своих бесов повесишь тут знак. Не сюда!» «Вы слушаете меня? Не забывайте о том, что у вас есть противник». Итак, дьявол пытается повлиять на ваше мышление. Он ищет людей с опьяненным разумом, людей с мышлением, не соответствующим слову Божьему. Дьявол ограничен в том, что он может сделать против христианина с трезвым мышлением. Он ограничен в том, что может сделать против информированного христианина, который использует свою веру, чтобы стоять на Слове Божьем. Но если он найдет христиан с опьяненным разумом, христиан, которые не знают Слова Божьего, которые не знают, что для них сделал Иисус, и не знают о силе крови Христовой, христиан, которые религиозны и ходят в церковь лишь за тем, чтобы заработать очки, они не понимают, что в церковь ходят для того, чтобы получить понимание о том, что сделал Иисус. Если дьявол найдет таких, о, тогда он чего только вам не скажет. Он будет цитировать вам псалмы, цитировать слова людей, а вы будете думать, что они из Библии. Бог помогает тем, кто помогает сам себе. И вы скажете, хорошо сказано, а потом будете цитировать, как сказано в Библии, Бог помогает тем, кто помогает сам себе. А в Библии нигде этих слов нет, потому что сказал их Бенджамин Франклин. Вы скажете, пусть лучше у меня будет Иисус, чем золото и серебро. Так говорит Библия. Но в Библии этого нет. Это сказал Кирк Франклин. Если вы неинформированный христианин, то враг чем только не будет вас кормить. Он будет вас кормить превозносящимися мыслями этого мира. Женщинам он внушает мысли о женской свободе, и вы начнете говорить, я женщина и буду рычать, как львица. Дорычитесь до того, что с вами рядом никого не останется. Или будет внушать мужчине такие мысли, что он будет говорить, женщина, покоряйся мне. Библия говорит, что я глава, а ты мне подчиняешься. Давай, иди, приготовь мне яичницу и кофе. Смотрите, как бы яичница не оказалась у вас на голове. Дьявол будет забивать вам голову неправильными мыслями. А поскольку у вас неправильное мышление, то вы и думаете, что неправильное — это нормально. Это же дьявол делает и в обществе. Вы посмотрите на нынешний мир. Люди не мыслят согласно Слову Божьему, а поскольку они не думают согласно Божьему Слову, то и не видят простые решения. Они не понимают, как все работает. Общество, которое больше уже не мыслит согласно Слову Божьему, которое не пускает Иисуса в школьные классы, общество, которое не хочет слышать о Боге, осуждает Библию и запрещает проповедь Библии даже в играх, такое общество в конечном итоге становится отсталым в своем мышлении. Библия использует слово «обезумели». И такое произошло с их мышлением, с мышлением людей. А мы с вами, дамы и господа, должны понимать, именно таких людей и ищет дьявол, таких, которые не стоят на Слове Божьем, но они стоят на превозносящихся мыслях этого мира. Они стоят на том, что раз другие так делают, значит, это нормально. Нет, то, что ценности и нормы в обществе изменились, не значит, что это соответствует Слову Божьему. Слово Божье неизменно, несмотря на превозносящиеся мысли современного общества. Аминь. Второе послание Коринфянам 4.4 Давайте ближе подойдем к сути. Если вы хотите изменить свою жизнь, вы должны изменить свой образ мышления. Если вы не измените то, как вы мыслите, вы не измените то, как вы живете. Если вы не измените мышление, вы не измените жизнь. Если вы не измените то, как вы мыслите, вы не измените то, как вы живете. Вы можете упорно трудиться над изменением жизни, но изменить ее вы не сможете, если не измените свое мышление. Второе послание Коринфянам, 4 глава. Начнем с 3 стиха. «Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего, с маленькой буквы, то есть ваш противник, ослепил умы, чтобы для них не воссеял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Дьявол говорит, «Я слеплю ваши умы. Я слеплю умы погибающих с тем, чтобы они никогда не поняли, не увидели света славного Евангелия». Обратите внимание на место атаки. Ум. Обратите внимание на то, какова цель дьявола. Ум. Это старый метод, но дьявол продолжает использовать его, потому что христиане не противостоят ему. Мы знаем этот старый трюк дьявола, и тем не менее допускаем такое. Дьявол применил его в 1 стихе 3 главы книги Бытия. Проделал этот трюк с Адамом и Евой. Дамы и господа. Вот когда он первый раз использовал этот метод. Дьявол знал, что и тогда не мог бы одержать победу, если бы не повлиял на их мышление. Он приходит к Еве и говорит, «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею, «Плоды с дерев мы можем есть, кроме плодов дерева, которые среди рая». Здесь вы видите первое противоречие тому, что сказал Бог. Дьявол сказал, «Нет, не умрете», в то время, как Бог сказал, «В день, в который ты вкусишь от него, смерти умрешь». А дьявол сказал, «Нет, не умрете». Обратите внимание, дамы и господа, своего противника вы всегда можете узнать по противоречию Слову Божьему. Иначе говоря, если Слово Божье говорит одно, а вы слышите то, что ему противоречит, то это от дьявола, а то, что соответствует Слову, — от Бога. Если бы тогда они поняли, «Да это же противоречие». Дьявол решил, «Первое, я буду противоречить тому, что сказал Бог». И второе, «Я заставлю вас думать, что Бог что-то удерживает от вас, что вы чего-то лишаетесь». Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, «И вы будете как Боги, знающие добро и зло». То же самое дьявол делает и сегодня. Он противоречит Слову, а затем заставляет вас думать, что Бог что-то удерживает от вас. Или же, что вы недостаточно хороши, чтобы получить благословение. Или, «Вот что ты сделал три года назад, а теперь наступила расплата». Но это не от Бога. Бог никогда так не действует. Если у вас нет понимания Слова, достаточного для распознавания противоречия, то дьявол будет вам внушать мысли целый день. Именно это враг и делает. Поскольку мы не проводим время в Слове, поскольку мы не проповедуем Слово Божье, а вместо этого произносим речи, у людей нет понимания Слова, достаточного для распознавания противоречия. Ходить в церковь — это ваша ответственность. Ваша ответственность приобретать книгу или диск. Это ваша ответственность. Я не могу заставить вас это делать. Но я хочу, чтобы вы знали, что есть что-то очень мощное в том, чтобы смочь пробиться через ситуацию и достичь цели. Это тренинг, подготовка к тому, что может произойти в вашей жизни. Вы не позволяете обстоятельствам диктовать то, что будет происходить в вашей жизни. Кто-то скажет, «Врат доллар, когда я выиграю в лотерею, о, я стану благословением для церкви, когда я выиграю в лотерею, я вам куплю новый самолет, о, когда я выиграю в эту лотерею». Вот что я вам скажу. Вы говорите неправду. «Послушайте, если вы не можете отдавать своем нынешнем положении, то не будете этого делать, когда в ваши руки попадет 100 миллионов долларов. Этого просто не произойдет». Перестаньте играть в эти фантастически-религиозные игры. Перестаньте. Слишком много фантазий в церкви. Вы-то откуда знаете, брат доллар? У вас же проблем нет. И с этой фантазией надо разобраться. С фантазией о том, будто бы у проповедников в жизни нет никаких проблем. Как вы думаете, откуда я взял этот материал, чтобы проповедовать вам? Как вы думаете, почему я с такой уверенностью и смелостью говорю вам, что вы можете одержать победу над врагом? Это потому, что в жизни у меня были рвы, из которых Бог меня вытащил. И поскольку я был избавлен из этого рва, я говорю, «Расскажу всему миру о том, что выход есть. Я расскажу всему миру, что у нас уже есть победа. Я расскажу всему миру о том, что дьявол пытается обмануть нас через наше мышление». Скольким фантазиям мы позволяем приходить в нашу христианскую жизнь? Мы не слышим, что Иисус говорит нам через свое слово, потому что сильно заняты этими христианскими фантазиями. Это нелепо. Отношения, которые мы имеем с Иисусом, мы получили благодаря Его страданиям. Иисус был в аду, чтобы мы не пошли туда. Иисус понес на Себе раны, чтобы нам не иметь их. Иисус изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем. И ранами Его мы исцелились. Иисус не прибегает к фантазиям. Он все сделал на самом деле, чтобы мы поняли. Он заплатил цену за то, чтобы мы могли жить так, как живем сегодня. Брат Доллар, что вы говорите? Я говорю, что в жизни бывают рвы, проблемы, испытания, но вы все можете преодолеть с помощью Слова Божьего. Мы с Таффи ничего не доказываем, кроме следующего. Что бы ни случилось, вы можете победить с помощью Слова Божьего. Если вас били с ног, поднимитесь. Поражение — это не когда вас били с ног. Поражение — это когда вы остаетесь лежать. Мы должны подняться. Мы призваны жить жизнью под водительством Духа. Итак, избавьтесь от фантазий. Спасибо, Иисус. Избавьтесь от всех фантазий, которые заполняют ваше мышление. Откройте Слово Божье и узнайте, что оно говорит. Живите Словом Божьим. Скажите, Слово Мое оружие. Скажите еще раз, Слово Мое оружие. Враг подвергает нападкам ваш разум. Смотрите. Снова откройте 23 главу книги Притч. Седьмой стих. О, чистая жизнь. Слава Богу. Хорошо, седьмой стих. Седьмой стих. Прочтем его вместе. Потому что каковы мысли в душе, сердце его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Долгое время у меня была проблема с пониманием этого местописания. Каковы мысли в душе, сердце его, но ведь мыслью я не в сердце, а в голове. Я спросил Господь, что это значит. И вспомнил местописание из книги Исаии, которое мы как-то разбирали. Если враг придет как река, наводнение, дуновение Господа прогонит его, Бог поднимет против него знамя. Я подумал, когда это враг стал водой и рекой? Ведь Писание использует образ воды для обозначения чего-то Божьего, для обозначения Божьего Духа. Дело в том, что в этом месте Писания, запятая поставлена не в том месте. Должно быть так. Если враг придет, запятая, то Дух Божий, как река, поднимет против него знамя. Дух Божий, как река, а не дьявол. Таким образом, иногда в переводе Писания надо следить за пунктуацией, чтобы не прочитать его неправильно. Я думаю, это как раз и относится к седьмому стиху. «Каковы мысли в сердце человека?» Нет. «Каковы мысли его?» «Запятая, таков он и в душе». Видите разницу? «Каковы мысли его?» «Запятая, таков он и в душе». Потому что то, как вы думаете, определит, кто вы. В своем духе вы будете таким, как вы думаете в своем разуме. Если враг сможет убедить вас думать о поражении, вы будете проигравшим в своем духе. Если враг сможет убедить вас думать о банкротстве, вы будете банкротом в своем духе. Враг все время будет давить на ваше мышление, потому что знает, как вы будете думать в своей голове, таким и будете в своем сердце. Если удастся убедить вас думать о поражении, то вы будете проигравшим в сердце, а значит и в жизни. Поэтому враг нападает на ваше мышление и надеется, что вы такой христианин, который каждый раз, открывая Библию, чтобы прочесть ее, засыпает. Что вы тот, кто засыпает каждый раз, когда приходит в церковь, когда я проповедую, вы спите, а потому ничему не учитесь и не знаете, как правильно мыслить. Не научившись ничему новому, вы мыслите по-старому. Для вас традиция становится сильнее Слова Божьего. Каковы мысли его? Таков он и в душе. Таковы мыслили. Итак, все, кем вы являетесь сегодня, это результат того, как вы мыслили. Как вы мыслили? Все еще банкрот? Проверьте свое мышление. Не надо так думать и говорить, вы просто не знаете, что я перенес, но со мной все будет в порядке. Не надо так делать. Вместо этого вы собираетесь, одеваетесь, вы знаете, кто с вами, вы знаете, с вами Иисус, вы знаете, кто вы во Христе. Вы думаете согласно Слову Божьему, вы выходите из дома каждый день как более чем победитель. И вы знаете, у вас будет то, что вы говорите, и вы продолжаете это говорить, пока не увидите, и пока ваша жизнь не изменится. И когда все это исполнится, вы поднимите свои руки и скажете, посмотрите на то, что сделал Господь. Бог сделал чудесное, потому что я привел свое мышление в согласие со Словом. Если вас били с ног, не оставайтесь лежать. Поднимитесь, облекитесь в праведность Божью, и дайте дьяволу знать, если я и упаду, я встану. Аминь. С вами все будет в порядке. Говорю вам, что-то безумное обрушится на землю, но с вами все будет в порядке. Падут подли вас тысяча и десять тысяч одесной у вас, но к вам, что бы это ни было, не приблизится. Только смотреть будете очами вашими. Но поскольку вы сказали, «Господь, упование мое», и Всевышнего избрали прибежищем вашим, вам незачем бояться. Не паникуйте. Не поддавайтесь тревоге. Я не знаю, что именно скоро обрушится на эту землю, но я знаю, что это будут драматические события, а вы быстро восстановитесь, и я знаю, это будет совершенная иллюстрация Гошина и Египта. Если вы будете в Гошине, с вами все будет хорошо, но если в Египте, у вас будет нехватка. Нехватка и нехватка. Не знаю, что обрушится на землю и когда, но я чувствую, что скоро что-то произойдет. И вот, что Писание говорит о праведных. Я не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба. Пребывайте в том, кто вы есть в Боге, и тогда, что бы ни пришло на эту землю, у вас все будет в порядке, потому что Дух Господень будет вести и направлять вас. Он позаботится о вас, и вам не придется жить в страхе. У вас все будет хорошо. Я надеюсь, что восхищение церкви произойдет сегодня вечером. Я хотел бы, чтобы оно произошло через 20 минут. Я готов идти, и вам лучше приготовиться. Я готов уйти отсюда на небеса. Пастор, но что насчет наслаждения жизнью? Делайте выбор. Итак, послушайте, восьмой стих. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. О том помышляйте. Послушайте это место в расширенном переводе. Что касается остального, братья, что только истина, что достойно почтения, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. О том помышляйте. Принимайте это во внимание и придавайте вес. Сосредоточьте на этом свой ум. Сосредоточьте свой ум. Имеется в виду, вы сосредоточьте свой ум на этих вещах. Девятый стих. Практикуйте то, чему учились и что приняли, что видели во мне и слышали от меня. Стройте свой образ жизни на этом основании и Бог мира. Жизнь, свободный от тревог и беспокойства, будет с вами. Апостол говорит, что если вы будете мыслить, определенным образом, Бог мира будет с вами. Это подтверждение сказанного в книге Исаии 26, 3. Твердого духом, того, чей ум сосредоточен на тебе, ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Если вы уповаете на Бога, ваш ум сосредоточен на нем. Если вы не уповаете на Бога, тогда ваш ум сосредоточен на проблеме, а не на обетовании. Вот доказательство того, что я уповаю на Бога. Я думаю об обетовании, а не о том, что ему противоречит. Почему я думаю об обетовании? Почему мой ум сосредоточен на нем? Потому что я уповаю на Бога. Я не позволяю себе думать обо всех ужасах жизни. Я уповаю на Бога. И Бог мира будет со мной. Он будет хранить меня в мире. Мы имеем в виду шалом Иисуса. Посреди обвинений, обрушивающихся на нашу жизнь, Господь будет хранить нас в мире. Вы поймите, дьявол приносит скорби, чтобы вы начали тревожиться, чтобы вы на эти скорби переключали свое мышление. Но вам надо отказаться думать об этих вещах, а думать о том, о чем Писание говорит думать, о том, что вы слышали, чему научились. Стройте свою жизнь согласно этому и применяйте на практике, и тогда Бог мира будет с вами. И у вас будет мир посреди беды. Бог позаботится о вас, и все будет хорошо с вами и с вашей семьей. Дамы и господа, я не знаю, с чем вы столкнулись за последний месяц, но вот что я знаю точно, благодати Божьей достаточно. Каждый раз, когда вы чувствуете себя слабым и не видите выхода, обращайтесь к благодати, чтобы она сделала вас сильным. Если вы уйдете с пути, благодать Божья сделает в вашей жизни такое, чего вы никогда не могли сделать. Все будет хорошо с вами, с вашей семьей, с вашими финансами. Все будет хорошо. Почему? Потому что мы уповаем на живого Бога, который может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, действующую в нас силою. Любите людей, прощайте их. Давайте не будем играть в церковные игры. Давайте будем жить на таком уровне, чтобы Господь Иисус в результате нашей жизни пребывал с нами и увенчал нас славой. Слава Господу за его кровь, потому что в этом наше упование. Просто говорите себе, говорите, все будет хорошо. Для Иисуса нет ничего сложного. Все будет хорошо.